Мы хотим сегодня с вами поговорить о Национальной библиотеке. Расскажите, пожалуйста, как вы начали взаимодействовать с этой библиотекой, как в первый раз пришли в неё, как это всё было? Я записался в библиотеку в конце 50-х годов, когда был студентом Механического института. И я в то время очень сильно увлекался английским языком, писал лекции на английском языке, все в институте, по всем предметам. И записавшись в библиотеку, узнав, что там есть иностранный отдел, я начал брать художественную литературу. Меня поразил объём литературы, особенно масса книг, которые когда-то американцы во время войны нам подарили, прямо там штампы стоят. Я читал художественную литературу, книгу за книгой, и даже завёл тетрадь специальную, где давал в пятибалльной системе оценку каждой книги. Пять, там пять с плюсом или четыре. Вот таким образом. Недавно даже показал эту тетрадь в библиотеке, в иностранном отделе. Вот таким образом я пришёл в библиотеку, начал. Потом, значит, особо запомнилась Мария Михеевна. Я не помню её фамилию. Возможно, давно это было, уже почти 60 лет назад. Вот. Она мне подбирала книги и даже предложила читать лекции в библиотеке. Но, правда, только одну лекцию я прочитал, осмелился. Это высшее образование в Англии меня интересовало. Я прочитал для студентов в Худгу такую лекцию на английском языке. Вот. Таким образом началось моё общение. Потом я увлёкся, значит, почти так же увлёкся, как и английским языком, краеведением. И часто стал ходить в отдел краеведения. Обнаружил там интересные книги. Кстати, незадолго до посещения отдела краеведения, будучи в Москве, в библиотеке Милленина, я решил взглянуть на свою фамилию. И сам того не ожидал. Обнаружил книгу своего деда, Михаила Константиновича, который написал в 1898 году книгу «Столетие вятской губернской типографии». Приехав в Вежевск, я нашёл эту книгу и в отделе краеведения, в среде редких книг. А продолжение этой истории в том, что эта книга пользовалась большим интересом у краеведов и историков вятского края, поскольку она очень интересна. И её переиздали в 2006 году. Репринтное издание, красивое. Вот один к одному. И мне подарили из Кирова дальние родственники. То есть с тех пор увлечение у меня отдел краеведения. И кроме этого, ещё редкие книги по истории, особенно истории Великой Отечественной войны, поскольку я недавно публиковал в течение года почти в газете «Новое время Удмуртии» каждую неделю по странице многие материалы, связанные с Великой Отечественной войной. А в библиотеке я обнаружил очень интересные книги, в том числе подробное изложение плана «Барбароссы», где даже упоминалось Ижевск как город, для которого, как и многих городов Советского Союза, были составлены списки людей, которые должны быть уничтожены в первую очередь. Даже в таких городах, как Уральск, Оренбург. Ну, по Москве, например, Сталин шёл под номером Д-147. То есть это в первую очередь, вот, они должны были уничтожать людей по этим спискам. Очень интересно в этих книгах также, например, планы строительства новой системы железных дорог. В случае, они были уверены, что победа будет за Германией, за фашистами. До Урала план таких вот дорог. То есть много удалось найти книг. Конечно, в интернете многие есть, но некоторых нет в интернете. А в библиотеке нахожу. Могли бы Вы немножко рассказать о своих впечатлениях о библиотеке тогда, вот, от зала читального, от сотрудников? Что Вам тогда, может быть, не нравилось в библиотеке или, наоборот, очень нравилось и хотели бы поменять? Трудно сказать, нравилось, не нравилось, но отличало то, что в то время было очень много людей, особенно студентов. Иногда приходилось стоять прямо в очередь, чтобы что-то получить. Раздевалка была полностью заполнена, вот, зимние дни, особенно перед сессией. Студенты. В читальном зале иногда не было места даже. Вот, и в очередь приходилось, чтобы получить какую-то книгу, приходилось стоять в очередь. Вот, сейчас, конечно, интернет огромную роль играет, но все равно люди ходят, изучают и будут ходить, видимо. Вот ждем новую библиотеку, новое здание после ремонта. Как думаете, какую роль вообще играла национальная библиотека и библиотека Ленина в жизни города, республики, и какую роль играет сейчас? Кроме обслуживания читателей, в читальном зале на абонементе библиотека проводились различные мероприятия, лекции, встречи различные. Сейчас это в значительной степени даже, можно сказать, увеличилось, потому что практически все библиотеки города очень интенсивно вот этой работой заняты. Презентации книг в нескольких библиотеках я представлял свою книгу. Чтение лекций, посещение школьниками. Приходилось в библиотеках не раз читать лекции для школьников. То есть работа эта проводится, выставки. У меня вот в частности было много выставок в вежевских библиотеках. И мне приходится даже отказываться, особенно при чтении лекций школьникам, потому что я не могу разорваться. У меня слишком много дел. И приходится ограничивать, ну, в квартал одну лекцию, там, иногда там две лекции. Они бы рады, конечно, каждую неделю принимать. Все это бесплатно, конечно. И, подводя, как бы, такой итог, Сергей Николаевич, вот в целом роль библиотеки национальной в вашей жизни, какую сыграла и что об этом думаете? Ну, еще возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу сказать, что в мой архив домашний поступает очень много фотографий. И вот последняя фотография, которую я скопировал в архиве, очень интересная. Это 40 лет... А, 90 лет со дня рождения Ленина. Фотография большого размера. На крыльце сидят пионеры, плотно прижався друг к другу, и образуют цифру 90. Вот это интересная очень фотография. Ну и, конечно, книги сыграли в моей жизни большую роль. Я и сейчас, к сожалению, правда, не успеваю много читать, как раньше. И очень хочется к художественной литературе вернуться. Обычно с возрастом начинаешь понимать и оценивать по-настоящему литературное произведение. Но у меня есть электронная книга, я туда закачиваю какого-нибудь писателя и потихоньку читаю. Вот, например, очень мне нравится Пикуль, когда он берет историческое событие, вписывает туда героев, иногда несуществующих, иногда вокруг существующих. И вот этот сюжет захватывая, он заставляет запоминать и само событие историческое очень подробно. Вот я люблю читать такие исторические книги, детективы. У меня мечта самому написать детектив, но на очереди много других книг. И, может быть, если дойдет дело до детектива. А прежде чем писать детектив, надо почитать соответствующую литературу. Либо лучшие детективы вернутся к ним. То есть опять тут же библиотека, опять книги. То есть она играет и сыграла большую роль. Я стараюсь, чтобы мои и дети, и внуки, у меня их семеро внуков, приучаю их к книгам, заставляю их практически каждый день, когда они у меня бывают, читать. Ну и, наверное, самое последнее. Приближается 100-летний юбилей нашей библиотеки. Что бы вы хотели ей пожелать? Ну, во-первых, чтобы скорее отремонтировали здание, чтобы, конечно, там можно было пользоваться и компьютерами, и создать информационную базу компьютерную, как во многих библиотеках уже мира, в электронном виде. Это позволит расширить круг читателей. Может быть, в какой-то мере и платные такую вот информацию организовать. Правда, не надо жадничать, иначе хорошая идея, когда мы начинаем деньги за это требовать, она к нулю сводится. И вот желаю, чтобы скорее эта библиотека вернулась. Говорят, что к ней пристрой будет, потому что здание, конечно, строилось давно и уже не соответствует городу, который собирались уже даже миллионным делать, если присоединиться к вот эти поселки вокруг. Так что я желаю библиотекарям успехов, а библиотекарям хорошей зарплаты, потому что это энтузиасты, работающие практически бесплатно, как и учителя, и многие другие.